В середине 70-х Александр Ирианов после окончания десантного училища отправился служить в десантный полк. Там он со своим другом Виктором Мироновым организовал полковую футбольную команду из солдат под названием «Купол». Сначала мы играли на первенство района железнодорожного, стали чемпионами. Потом на следующий год мы на первенство города играли. Затем на первенство города мы занимаем второе место и играем на первенство области. За время вот этих выступлений на первенство области мы трижды, команда «Купол», выходила в финал Кубка области. Два раза мы проиграли командам. Это команда «Электрон», вторая команда была «Чайка». А в третий раз, когда был этот Кубок области, он совпал с проведением спартакиады народов. И мы вроде бы как не Кубок выиграли, а выиграли спартакиаду. Взлет команды «Купол» происходил с 1977 года до 1985 года. Однако футбол навсегда остается в сердцах игроков команды. 28 января Александр Ирианов отпраздновал свое 65-летие и 29 января. В честь юбилея он пригласил бывших игроков «Купола» на показательную игру с командой «Владар». Это команда ветеранов футбола, в которой выступают игроки старше 50 лет. Александр Ирианов сам в настоящее время играет в этой команде и участвует в различных соревнованиях. На международный турнир выезжаем. Вот недавно там были в Геленджике по осени, всех обыграли, да, это 50+. Мы еще повоюем, турнир назывался. Сейчас участвуем на первенстве Московской области, представляем нашу область. Вот Серпухов, Домодедово, здесь близлежащие районы. Тоже пока всех обыгрываем. В скором времени футболисты сразятся и с другими рязанскими командами ветеранов футбола. Кроме этого, спортсмены играют и с более молодыми футболистами в возрасте от 45 лет. Тренируется сегодняшняя команда ветеранов под руководством бывшего тренера женской команды «Рязань ВДВ». Константин Калимашин отметил, что в данный момент для развития российского и, в частности, рязанского футбола создаются все условия. Сейчас все вроде бы делается, и стадион строится, и манежи, и футбольных полей полно, и интернаты, и все, кажется, академии футбольные. Но вот осталось только ждать, наверное, вот этот большой 90-е десятилетие прошло, когда вообще ничего не было, ни тренеров, ни это. Наверное, сейчас вот это вот время немножко отойдет, и как раз подойдут ребята те, которые вот с 2001-го начинали играть, когда уже серьезно начали подходить к этому делу, и вот как раз мальчишки сейчас подрастают. Говоря о футбольном клубе «Рязань ВДВ», бывший ее тренер отметил, что прошлый сезон у девушек был неудачным. Этот год мы неудачно получилось сыграли, дошли до финала Кубка России, но в финале проиграли. Хотя проиграли не по игре, там я даже больше считаю, что судьи немножко помогли гостям, потому что был незащитный гол чистый, не увидели, что мяч пересек ленточку, и пенальти был чистый, а это все было при счете 0-1, если бы мы повели 2-1, это все было во втором тайме, то, конечно, можно было побеждать. И финальный матч был за третье место, последний в Краснодаре, где мы проиграли, но там уже проиграли больше по делу. Посмотрим, сейчас пришел новый тренер, тренер хороший, я его прекрасно знаю, что как получится, это пока что только сезон. Что касается футбольного клуба «Рязань», ветераны отметили, что развитие команды улучшается с приходом нового поколения игроков. В том числе и поэтому ветераны хотят оставаться примером для молодых спортсменов. Вы знаете, сейчас изменилось отношение к футболу. Я вот сам по себе слушаю, что если я когда начинал играть, нам хлеба не надо, как говорится, дайте футбольный мяч, мы будем играть. Мы вот собирались из-за любви, а сейчас вот все переведено на рельсы профессионализма, чтобы зарабатывание денег. Но это уже другое отношение. В детском футболе этого не должно быть, что надо вот именно прививать вот эту любовь, а все вот остальные составляющие, они должны быть на втором плане. И ветераны вот с детским футболом, они должны контактировать, то есть должна быть преемственность поколений. Несмотря на то, что сейчас ветераны тренируются как минимум два раза в неделю в свое удовольствие и получают настоящую разрядку и подъем жизненных сил от игры, этот выставочный матч имеет свой результат. Победителями стали вновь собранные ветераны футбольной команды «Купол». Спортсмены победили со счетом 2-1. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».